МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее яровые в Беларуси посеяны больше, чем на 60% площадок. Подаденных на сегодняшнюю ранницу, площадка посевов перевысила 560 тысяч гектаров. Самыми худкими темпами работы идут в паудневых регионах. В Брестской области эти культуры посеяны на 97% площадок, в Гомельской – на 86%. До речи, 12 районов нашего региона, сяубу ранних яровых, уже завершили. В Речицком районе ушановили старшиню правления сельско-господаршего вытворчего кооператива Рыгора Шпакова. Это один в Беларуси керавник господарки, который находится на этой посаде 50 лет. С юбиляром сострелись наши корреспонденты. Агрокородок Левашир, Речицкого района. Неофицийная история этого населенного пункта наличия омоль 3000 годов. Во всяком разе городиша у центра сучасной вёски была утворена еще вперед раннего Железного века. Хоть вядома она не только такой старожитной истории. Пусть уже 50-х годов мясовую господарку означал бы один человек. Рыгор Шпаков особо в уголе легендарная. Засуженный работник сельской господарки, гоноровый грамотянин Речицкого района, кавалер орденов Пашаны и Прационного червоного стяга. У 2004-м разом с керавниками Саугаса комбината Зара и СВК Губичи стал засновальником Гомельского областного агропромыслового союза. Среди главных задач этой организации – содействие развития сельской господарской Галины и оказание допомоги старшиням господарок. Я на сегодняшний день отработала 11 лет в хозяйстве. Да, конечно, работы много, время течет быстро. Но 50 лет – это надо преклоняться перед такими людьми, ценить их, уважать. Своего старшиню, праценники сельско-господаршего вытворшего кооператива «50 год Кострышника» витают стоячи. Пешего красавика 1969 года у 36-ти годовому взрослый он принял господарку, какая лечилась проблемно и вывел ее у лидеры. Неодноразовый переможцы республиканских споборництвов такими поспахами может похвалиться не кожная сельгаз-предприемства. Понимают люди, что зарплату надо не получать, а зарплату надо зарабатывать. И понимают то, что задача правления и руководителя создать такие условия, чтобы люди могли заработать. До назначения на посаду старшине правления Рыгор Шпаку працевал наместником директора сельской школы и головным инженерам одной из господарок в области. Плюс 4 годы служил мароком-подводником на Черноморском флоте. В Белорусском союзе военных мароков Пираканана минавито 100 год шансов его застались и якости, которые дозволили ему стать соправдным керунником. Это непоколебимость, это мужество, это ответственность, это вера в светлое будущее, это человечность, это справедливость. То есть все лучшие качества, которые присущи человеку, я считаю, что они с соленой водой моря, они были им впитаны, и он их пронес через всю жизнь. Жить для того, как працовать. Для Рыгора Шпакова это принциповая позиция, с которой погаджается его немаленькая семья. Трое детей, пять внуков и два правнуки. Позже у Рашиста все, они признаются, незалежно от взрослых, при наявности проблем, за парады идут до батьки, деда и прадеда. У Рашисты сход завершается, а житё протягивается. Об юбилее старшине у Львашах теперь будет нагадывать аллея 50-х годов працованной славы Рыгора Шпакова, закладенная у самом гоноровом месте агрогородка, былым поселивши старожитных протков сучасных вязковцев. Алексей Цюров, Марина Джала, Йогина Макенко, телерадоакомпания «Гомель», Речицкий район. Гомельщина станет еще пригоднейшая. Селита в областном центре и районах высадят амаль 40 тысяч древ. Клёны, берозы, дубы. Новых саджанцев будет в четыре раза больше, чем летать. О планах по озеленению подчас брифингу рассказал старшиня Комитета природных ресурсов и оховы новокольного сяродя Андрей Сущевич. Увогуле мероприемствы по наведению парадку на земле селита проходят вельми активно и в большей колькости, чем у минулые годы. Принять удел у них може литерально кожных, кто им кнется, как навокал было чисто, пригожо и утульно. Причем, колькость инициативных людей с кожным годом повеличивается. Яны убираются не только свои дворы, но и другие засмеченные участки. Только б яшеб, гэтым частей задумывались о том, кто сметит, гучит на брифингу. До речи, до организации больше активной работы по наведению парадку закликают старшинь товарыства уласников. Было б добро, как яны сбирали же хороу домов на такие мероприемствы. Особный акцент на якости наведения парадку. В Губельской области продолжают проводиться мероприятия по наведению порядка на земле. Они в текущем году достаточно сильно активизированы и проводятся во всех населенных пунктах, на фермах, на механических дворах хозяйств, а также в населенных пунктах. Хотелось бы здесь, конечно, обратить внимание на то, что в наведении порядка начинают участвовать не только предприятия своими работниками, но и инициативные граждане. Это достаточно большое количество людей, которые объединяются, выходят в свободное время и приводят в порядок свои дворовые территории. У Комитета природных ресурсов и оховы новокольного сиродзе садейничая горячая линия по номеру 23-24-98 можно поведомлять об фактах порушения природохолонного законодавства. Дарышый сирот наибольший раз повсюдженных у ГТП рейд порушений – выпаливание сухой рослинности. Только за минулые сутки у экосистемах Губельской области зарегистровано 9 пожаров. Протягивые сухое надворье и мощные порывы ветру садейничают расповсюдживанию огню на значной территории. Экологи проводят масштабные мониторные ситуации. Статистика свечи, что метрологические условия являются причиной возникновения пожаров максимум в 10% случаев. Часто выпаливание сухой травы проводится наумисно, например, для очистки огородов от непотребной рослинности. Еще одна причина – неосережное выходжение за огнем на кшталт покидания огня, что без догляду. Не то, как раскладывать их, забронялось в огне, но делать это можно только на властном присядебном участке. Правда, до дачника Андрея Костюченко у экологов зараз за вагнем. Тут все изроблено по правилам суперспожарной безопасности. Знаем, как. Надо отгородить, приготовить средства пожаротушения. У меня на всякий случай стоит вода. Ну и не сходить от костра, контролировать всего, что если что-то пойдет, горит, чтобы тушить вовремя. Соблюдать меры предосторожности. Все лето для мониторного ситуации экологи выкористовывают все махчимости, оключающие техничные сродки контроля. С допомогой квадрокоптера. Добро бачно, где есть у сгорания, а где створена несанкционованная завалка. До их зараз особливая увага. Любая из таких завалок – потенциальная краница пожару. Только за пошний тыдень с допомогой экологов у парадок провели больше, как 30 таких месяцев. Наведение парадку на земле – один со шляхом попередживания весновых палов. Сложившись погодными условиями, активизирована работа территориальных органов Минприроды по профилактике и недопущению возгорания в экосистемах. Проводятся обследования территорий всех районов Гомельской области, в том числе сельских населенных пунктов. Проводятся профилактические беседы с гражданами. В случае выявления нарушений граждане и юридические лица привлекаются к административной ответственности. Сгодно с девушим законодавством за незаконное выпаливание сухоросленности предугледжен штраф у померы от 10 до 40 базовых величин. Одночасово виноваты повинны компенсовать шкоду, причиненную новокольному осяродзю. До 200 базовых величин за каждый пошкодженный гектар. Зараз это больше, как 5000 рублей. 101 диплом пероможца с таким важким выником завершилась и Республиканская олимпиада по лучшебных предметах для школьников Гомельского региона. Удел в финальном этапе Огольно-Республиканского интеллектуального споборництва приняли 210 наученцев школ и лицеев с 13 районов в области. Амаль кожный другий удельник стал дипломантом, что дозволило занять первое командное место сирот областей краины. Выник лепше за пошние 5 годов. Абсолютные переможцы маются по гистории, громадознавствии, биологии, астрономии, китайской мове и працованным навучанне. 39 11-классников региона отримали махшимость без уделу в централизованном тестировании стать студентами самых престижных вины Украины. 12 пригожих девочин и 12 мужных хлопцев. На сцене областного драматичного театра они змагалися за титул «Мисс и мистер Гомельская в область». Об тем, как проходило с поборництва и кто отримал заповедные у Знагороды, расскажет Ганна Корольчук. Конкурсы пригожостей для Гомельской в области не редкость, однако это проходит в новом формате. Сегодня в першине, на одной сцене, а берут самых пригожих, хлопцы и девчонки в регионе. Шлях в финал начался еще в студине. Кастинги на конкурс проходили в трех райцентрах и Гомеле. Далее, несколько месяцев подрыхтовки, подчас яких удельники робили видеоролики про малую родину и обороняли свои проекты в программе «Добрый вечер, Гомель». Три лепшие работы показали в финале конкурса. А кроме того, особным концертом прошел для удельников и творческий этап. Наши участники приняли участие в качестве танцоров, в качестве певцов, в качестве спортсменов. То есть, всяческие свои таланты показывали на сцене. И жюри компетентное выбирало лучших из лучших. Шоу выглядало ярко и динамично. Удельники демонстровали внешние дадзины у дефиле. Глядачу бачили четыре выхода. Визитку в национальных вышиванках сменили городские в образы от белорусских вытворцев. В дефиле у купальниках стилизовали подкупальское свято. Самым эффектным стал опошний выход с элементами хореографии. Девчины в червоных сукенках и хлопцы в костюмах с бабочкой выконывали запальный танец. Кожаного сустракала буро аплодисментов от группы «Потрымки». Тым часом каждый член жюри вызначал своих фаворитов. Попались несколько интересных номеров, на которые обратил внимание именно по своим критериям. Для меня, как отслуживаешься театру уже столько лет, конечно, артистизм. Это и сценическая пластика, сценическая речь. Это умение подавать, смысл доносить то, что делает исполнитель. Поколь жюри раялась, самые талиновитые конкурсанты демонстровали свои умения глядачам. Классичные сучасные танцы, попуры на цимбалах и новая экранизация «Терминатора» разогрели залу перед узнагороджением. Увыникую титул мистер Гомельская область отримал 19-ти годовый Илья Мельников, который звернул на себе увагу жюри еще в отборочном этапе. Он, будучи инженер-экономист, учится в Гомельском Державном Техническом Университете имя Сухого. Кроме того, занимается танцами и режиссурой. Я хочу в первую очередь сказать спасибо своим родителям, моему лучшему другу Ивану, который помог мне станцевать этот номер. Без него бы вообще ничего не получилось. Моему хореографу, которая помогла с идеей всего этого, которая все поставила. И, конечно же, моим друзьям, моей девушке, которые поддерживали меня все это время. Спасибо вам большое, ребята. Мисс Гомельская область 2019 стала Маргарита Володькина с Петрикова. Девчина учится на юридичном факультете Гомельского Державного Университета имя Франциска Скорыны. Ей 18 году и летость Маргарита стала вице-мисс конкурсу «Полесская прихожунья». Ожидали, что выиграете? Ну, как нет? Я надеялась, но все очень милительно на самом деле. Я благодарна, огромное спасибо хочу выразить «Кристально-Нивка» за подготовку своим родителям. Они вложили в меня кучу сил. А кроме диплома и подарунка, у Перамошца отремали махчимость представлять нашу в область на республиканских и международных конкурсах. Ганна Коральчук, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомельской областной библиотеки имя Ленина стартовал «Тдень французской культуры». Его открыл кулинарный понеделок. А у торок будет музычным. У библиотеки сберутся аматоры французского кино и саундтреков. На сираду заплановано интеллектуальное споборненство сирот школьников за звание лепших знавцев культуры и истории Франции. Презентация «Самые известные французы мира» и «11 нот французского шарма». Мы предлагаем эти презентации нашим читателям в четверг. Это будет видеоряд с текстовым сопровождением. Ну и фото-выставка с интересным рассказом о Жорж Санд завершит французскую неделю в пятницу. Дни замежной культуры протягнутся. На май запланованный итальянский тыдень. На червень – шведский. В осень по традиции проводят Дни немецкой и американской культур. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgmail.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Стали известны некоторые подробности ДТП в Новобелеце, в котором на прошлой неделе погибли водители-пешеход. Напомним, 30 апреля 59-летний гомельчанин, двигаясь на автомобиле Audi 80 по улице Ильича в Гомеле, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Ранее сообщалось, что водитель отпросился с работы домой, чтобы потом поехать к врачу, но в пути его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание. Автомобиль выехал за пределы проезжей части, и остановить его удалось только при помощи ручного тормоза уже после наезда на женщину. Сделал это пассажир. По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, водитель скончался на месте происшествия от остановки сердца. Сейчас эксперты выясняют, имелся ли в крови у мужчины алкоголь, лекарственные, наркотические или психотропные вещества. Во избежание подобных аварий ГАИ напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии запрещается. Также нельзя это делать под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции. К другим происшествиям на дорогах. Утром 6 апреля в Паричах Светлогорского района водитель легкового автомобиля сбил мужчину. Пострадавшего с тяжелой травмой доставили в больницу. По предварительной информации, мужчина со своим братом шел по краю проезжей части. Оба катили велосипеды. Водитель Вольво на закруглении дороги зацепил одного из них. Пострадавший с тяжелой травмой головы доставлен в Светлогорскую районную больницу. Следователи проводят проверку. В этот же день в Мозыре произошло ДТП с владельцем другого двухколесного транспорта. Водитель, управляя мотоциклом Сузуки, двигаясь на подъем по улице Интернациональной города Мозыря, не справился с управлением из-за неправильно выбранной скорости, наехал на бордюрный камень, после чего опрокинулся. В результате происшествия водитель получил телесное повреждение и был госпитализирован в Мозырскую центральную районную больницу. Водитель был в застегнутом мотошлеме и соответствующей экипировке. После осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Медицинская помощь понадобилась в эти выходные из жительницы Светлогорска. В ее квартире произошел пожар. В ходе своевременной разведки работниками МЧС на полу в коридоре была обнаружена пенсионерка и передана сотрудникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом отравления угарным газом была доставлена в учреждении здравоохранения. Причина возгорания устанавливается одной из рассматриваемых версий короткое замыкание электропроводки. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Разгром в Слуцке. Футбольный клуб Гомель во втором туре чемпионата Беларуси одержал крупную победу. На выезде обыгран Слуцк. В 68-й минуте хит-трик оформил форвард Гомельчан Руслан Болов. Почин партнера по команде поддержал полузащитник Виталий Квашук. В оставшееся до финального свистка время он трижды поразил ворота хозяев поля. Крупная победа зелено-белых 6-0. Мозриская Славия во втором туре своих болельщиков не порадовала. Полишуки дома уступили Жодинскому торпедо Белас. На голы Букарача и Обрадовича Вактор Дегтяренко гомельская команда ВРЗ в 24-м туре чемпионата Беларуси по мини футболу на домашнем паркете обыграла Литсельмаш. Голов болельщики на заполненных трибунах спорткомплекса Локомотив увидели предостаточно. К экватору второго тайма счет на табло был 4-4. За вагоностроителей забивали Шамлили, Мешко, Золотухин и Рогачев. У Литсельмаша два гола на счету Жигалка. По разу отличились Гончаров и Воронин. Точку в матче на 39-й минуте поставил вратарь вагоностроителей Юрий Дегтяренко, присовокупивший к результативной передаче еще и гол. Свой очередной проход по правому краю он завершил не пасом, а ударом по воротам. Его визави Головнев оказался не готов к такому. 5-4 победа в РЗ. Отмечу, что голкипер вагоностроителей отличился во втором матче к ряду. В 23-м туре он забил Микошевичскому граниту. Подключение вратаря Я думаю, что решающие ошибки были именно в этом компоненте. Не справились с вратарем, с подключением, получили два мяча. Мы к этому как бы и готовились, что будет такая игра тяжелая, потому что это игра за первую ступеньку в чемпионате на данный момент. Ну, выдержали и выиграли. Благодаря этой победе ВРЗ укрепился на первой строке турнирной таблицы. Гомельская БЧ в 24-м туре также победила. Обыграна территория 9-3. Железнодорожники на пятой строке. Светлогорский ЦКК одолевший Брест 5-4 располагается на 10-м месте. Домашний триумф удачным для гомельской команды получился чемпионат Белоруссии по боксу. Турнир проходил в нашем областном центре на арене Дворца игровых видов спорта. Первыми медали разыграли женщины. Без участия представительниц нашего региона прошел только один финал из восьми весовой категории до 60 килограммов. Семь остальных поединков за золото принесли команде Гомельской области шесть наград высшие пробы. Ольга Степаненко, Юлия Панасович, Галина Бруевич, Антонина Аксенова, Анастасия Бушенкова и Виктория Кебикова победили. В мужских соревнованиях за золото сражались восемь гомельских боксеров. Причем три финала получились исключительно гомельскими в весовой категории до 52 килограммов. Победу оспаривали братья Эмил и Рамил Алиевы. Сильнейшим был Эмил. Владислав Смягликов в тяжелой весовой категории победил Александр Мельниченко, а в супертяжелой Виктор Чварьков праздновал победу над Дмитрием Дорониным. Второй год подряд чемпионом страны стал и гомельчанин Вадим Панков. Он в финале победил Мельчанина Виталия Бондаренко. Боксировал наверное уже бывшим лидером нашей сборной. В прошлом чемпионате я также одержал победу в финальном поединке. тоже бой очень сложился непростой. Соперник очень хороший, очень опытный, очень достойный. С ним легкого боя не будет. Но победа оказалась на моей стороне. Я счастлив. Момельские спортсмены порадовали родные трибуны. В копилке области 17 медалей. Из них 10 золотые. Но не только завоеванные медали повод для радости. По итогам чемпионата Беларуси сформирована сборная для участия во вторых европейских играх. Галина Бруевич, Антонина Аксенова, Виктория Кебикова, Эмил Алиев, Вадим Панков и Владислав Смягликов в составе нацкоманды на главный старт сезона. Также в числе кандидатов в сборную супертяжи Виктор Чварков и Дмитрий Доронин. Подписывайтесь на Беларусь 4.